Субтитры делал DimaTorzok Как-то вечером в пятницу провести активное время И можно планировать авторпати на утро И вот туда можно, ну, пиво не дают, но можно со своим пивом, в принципе, приходить и тихоря потягивать Очень здорово, что у вас столько сегодня пришло Это удивительно для субботы, для утра Действительно значит, что вы пришли за знаниями Надеюсь, что вы останетесь довольны и получите какие-то новые знания Но прежде всего я надеюсь, что вы будете задавать вопросы интересные Потому что если вы просто будете сидеть и потихонечку присыпать, то это будет не очень весело О чем мы сегодня поговорим? Сначала мы поговорим о том, что же такое XP Что это за такой процесс, откуда он взялся, почему, что и как А потом поговорим еще о Continuous Delivery Которое, я надеюсь, что уже давно вышло в тренды Из трендов никуда не денется И я надеюсь, что большая часть из вас, если не работает до сих пор по Continuous Delivery То в ближайшее время будет работать по Continuous Delivery Немножечко о себе Меня зовут Николай Леменков У меня есть твиттер XP Injection Если у вас тоже есть твиттер, то милости просим, присоединяйтесь Я являюсь, скажем так, экспертом в agile инженерной практике Потому что работаю с agile подходами уже очень давно, уже больше 8 лет Как только переехал в Киев И основное направление моей деятельности это Java Я являюсь Java техническим лидом с опытом уже более 10 лет И на данный момент возглавляю большущий проект Который является по версии 2011 года одним из топ-100 мировых стартапов По совместительству я являюсь основателем и тренером тренингового центра XP Injection Видите, как много XP? Когда-то, почему появилось это название? Когда-то давно мы очень сильно фанатели по XP Теперь это просто является неотъемлемой частью работы И поэтому очень тяжело фанатеть Просто ты уже не представляешь, как можно работать вообще в принципе по-другому И поэтому это такая обыденность А когда-то давно, лет 5-6 назад мы очень фанатели Это было клево Это мало кто делал Ты делал это хорошо У тебя получалось Ну, это такое Очень было фанатом И мы решили, что мы попытаемся донести это другим людям И первый наш доклад был на конференции Он назывался XP Injection И заключался он в том, что мы показывали в течение часа Каким образом взять практики XP и внедрить их в проект Мы взяли и нашли какой-то очень старый open-source проект Там, по-моему, был Block Engine И мы показывали на этом Block Engine с кучей legacy кода Каким образом, придя вот в такой вот плохенький проект Вы можете потихонечку внедрить туда инженерные практики Мы показывали, как начать писать мини-тесты Как начать работать по TDD Как начать писать функциональные тесты Как подсоединить туда Continuous Integration И, в принципе, получить более-менее красивую картинку Вот, доклад до сих пор есть у нас на сайте Там есть, по-моему, и видео Все вот эти маленькие кусочки Как мы это внедряли на практике Они записаны в виде маленьких видеороликов Которые мы демонстрировали То есть вы можете посмотреть Мне кажется, оно морально немножечко устарело Но тем, кто этого до сих пор всего не делает Будет достаточно интересно Потому что там показывается, как реально в говнопроект Простите за выражение Внедряется нормальная практика И мы подумали, что это здорово Что мы это сделали И мы решили, что мы пойдем дальше Мы организовали, вот назвали тренинг-центр XP Injection По аналогии с этим докладом И первая конференция, первое мероприятие, которое мы организовали Это был XP Days Как-то не странно То есть это XP Days первый прошел практически 5 лет назад И мы решили, что давайте мы попробуем собрать тех людей Которые умеют делать вот эти вот инженерные практики И умеют работать на проектах достаточно разной сложности И посмотрим, чем они смогут поделиться Сначала это был один день Потом это стало два дня Потом туда добавились тренинги Сейчас это большое мероприятие Два дня тренингов Два дня конференции Конференция проходит в два потока И там очень много всего интересного В этом году мы долго думали проводить конференцию или не проводить Ситуация в стране достаточно сложная Потом решили, что Несмотря на сложные ситуации Людям все равно надо собираться Никуда от этого не деться Жизнь не должна останавливаться И мы решили провести Получилось на удивление очень хорошая программа Приедут ребята из других стран Приедут очень известные специалисты И из Германии, и из UK Приедут ребята очень толковые из России Много наших украинских докладчиков То есть программа получилась естественно очень насыщенная Вот, к чему я? Тарас говорит, что у нас билеты уже очень сильно заканчиваются То есть я думаю, что на следующей неделе мы уже закончим регистрацию И билетов уже не будет Тарас говорит, что возможно кто-то еще не купил билет Кто хотел бы посетить Поэтому давайте дадим скидку Ну почему не дать? Давайте дадим То есть я так думаю, что нам надо придумать какой-то хэштег Ну давайте вот пусть это будет XP Morning 2014 То есть тот, кто действительно хочет приехать в Киев на ТВ Можете указать промокод XP Morning 2014 И у вас есть время до понедельника, чтобы это сделать В этом случае вы получите 20% скидки Ну вот, да Все честно Посмотрим, мне интересно, насколько люди ведутся на такие вещи Потому что, объясню, недавно я выступал в России на большой очень конференции Порядка 700-800 человек И я очень бы хотел, чтобы толковые россияне приезжали к нам на ивенты Потому что очень многие в России очень скептически относятся к ситуации у них в стране И все понимают, скажем так Если говорить по-простому И вот мне было интересно, насколько много людей приедет, не побоится, скажем так, приехать И поэтому я говорил, что вот кто промокод вводит, тому 50% скидки В итоге зарегистрировался один человек За что получил бесплатный билет Чтобы уже так история была полна Ну, мне интересно Так, давайте ближе к теме Наверное, это все читали Кто этого никогда не видел? Манифест Agile Software Development Поднимите руку, кто не видел этого никогда Чего вы просыпаете? Тогда мы спустимся к самым низам В общем-то, да В далеком 2001 году Собрались самые грамотные разработчики Менеджеры, скажем так Тренера и прочие люди, которые были в IT И решили поделиться друг с другом Почему у них получается делать проекты классно А у других людей не получается делать проекты классно На тот момент, по статистике Статистика выглядела таким образом Что чуть ли не 15% проектов только доходили вообще до финиша И хоть более-менее успешны были И те, которые доходили Они использовали где-то процентов 170-200 бюджета И точно так же по времени не укладывали И вот они говорят Блин, вот все так плохо у нас в индустрии А у нас, вот в наших проектах, все хорошо Давайте соберемся и обсудим Почему так Я думаю, оглядываясь уже назад в прошлое Я думаю, у этого была и коммерческая подоплека Исходя из того, что из этого всего получилось Но, скажем так, это было огромным шагом Огромным прорывным шагом вперед В проектных методологиях В методиках управления проектами И это реально очень здорово И они решили, что надо сформулировать некие философские догмы На которые должен опираться любой процесс Который будет работать хорошо Они сформулировали 4 таких догмы Они сказали, что мы вот работали, работали, работали И мы увидели, что есть лучшие пути разработки Программного обеспечения И мы решили помочь И поэтому вот мы 4 принципа сформулировали И мы говорим, что мы больше ценим то, что слева, чем то, что справа То есть мы ценим людей и их взаимодействия больше, чем процессы и инструменты Мы ценим работающий продукт больше, чем детальную документацию Мы ценим взаимодействие с заказчиком больше, чем какое-то взаимодействие в рамках контракта Мы ценим ответственность Как это по-русски сказали? А? Соответствие, скажем так, изменениям Нежели чем следование, глупое следование плана Они сказали, что то, что справа, оно не менее важно Но вот то, что слева, оно важнее И вот на этих принципах они начали базировать все дальнейшие методологии Понятное дело, что вот это, как бы принципы, это капитальная очевидность То есть, да, здорово иметь работающий софт, нежели чем просто детальную документацию Ну, это, наверное, каждый должен понимать Но многие это понимают, но в жизни, в реальной, не действует так Если вы будете действовать по этому принципу напрямую То у вас пропадает фаза Давайте сделаем там какой-то детальный анализ и напишем спеку Все, этой фазы не может быть Потому что вы, например, вот у вас эта фаза идет Там какой-то анализа, сбора бизнес-требований, детальной спеки Нету рабочего софта в этот момент Месяц проходит, нет рабочего софта Два проходит, нет рабочего софта Вы не действуете тогда по этому принципу? То есть вы говорите, да, понятно, круто было бы рабочий софт, конечно, получить Понимаете? То есть эти принципы, они... Или вот другой пример Люди и взаимодействие над процессами и инструментами Элементарно, ну, понятно, конечно, люди и взаимодействие Это очень важно Но все будут работать строго в джире Почему? У нас джир на всю компанию куплен Никак по-другому Все, я хочу Васе там что-то передать Создай ему джире тикет А зачем? Ну как, потеряется, потом Вася никогда не вспомнит Я как менеджер приду, никогда не найду Вот, вы не действуете по этим принципам Хотя они очень-очень простые Но это всего лишь философские принципы Они не говорят вам о том, как конкретно разрабатывать софт То есть никак не говорится вам о том, как получить это рабочее программное обеспечение То есть вам говорят, что было бы круто его получить Или, например, то же самое здесь Мы ценим взаимодействие с заказчиком А не какие-то там разборки по контрактам Это значит, что все, любое там, свои ошибки, еще что-то Это все предмет общения с заказчиком Нету такого, что вы там где-то ошиблись и сразу А, мы вам этого и не обещали Это не бака фиша там и так далее Нету, это заложено в базовых принципах И из этих базовых принципов выросли многие методологии Которых сейчас очень много от жанра методологии Ну, я думаю, что, наверное, все знают скрам И давайте еще, кто не знает, что такое скрам Поднимите руку В этом нет ничего, посты Вот, ну тут все очень просто Мне даже скрам не будет трогать То есть это самый коммерциализированный Почему я говорю, оглядываясь в прошлое Что, наверное, там была какая-то коммерческая подоплека в том числе Потому что большая часть из тех людей, которые там собирались Скажем так, действительно большая часть Они стали консультантами Они консультируют по внедрению agile методологии У кого-то это хорошо получается Кто-то просто на этом зарабатывает деньги И вот скрам, скажем так, самая простая штука, которая появилась Потому что она очень простая Ее очень просто объяснить И на этом можно колотить деньги Можешь делать дурацкий сертифайт, скрам-мастер курсы И прочие-прочие активности Которые никакой пользы не приносят Но зато стоят очень дорого Непонятно почему, кстати Вот, многие люди знают канбан Канбан это тоже замечательный процесс Кто знает, что такое канбан? О, видите, как много нас Это хорошо Вот, канбан, там, года 3-4 назад Возможно, мало людей знало Теперь все больше и больше Канбан это тоже процесс Который базируется на тех же самых принципах Единственное, что он более легок в адаптации Под вашу текущую ситуацию То есть, например, скрам говорит Если у вас есть выделенный дизайнер Это очень плохо Потому что лучше вам есть кросс-функциональную команду В которой все умеют делать все Канбан говорит Вообще не беда Делаем фазовый дизайн И тут работает дизайнер Все, вообще никаких проблем Вот, и плюс к этому канбан Он более-менее Менее строг в своих правилах То есть, там есть всего несколько правил Их всего три, на самом деле И все остальное из них вытекает Вот, в скраме их немного побольше Артефактов немного побольше То есть, скажем так Канбан менее формальный процесс, чем в скрам Но, ну вот, всего лишь три основных вещи Это нужно уменьшить склад В нашем случае склад Процесс пришел к нам из Toyota Production System Из обычных заводов Конвейерных производств и так далее То есть, нужно уменьшать склад В нашем случае склад Это количество работы, которое мы делаем в текущий момент То есть, задачу начали и не закончили Много задач начали как команда Это склад, то есть, это никто не видит готового результата Но все делают что-то Все что-то делают Представьте, чтобы понять, насколько это плохо Представьте себе ситуацию, когда Ни одна задача не доводится до конца Потому что всегда поступает новая приоритетная задача За которую вы сразу же беретесь Что в итоге получается? У вас очень много задач Над которыми вы работаете То есть, если говорить о визибилити Вы за все взялись За все самое важное вы взялись Но ничего на выходе Потому что вы не успеваете закончить Всегда приходит новая приоритетная задача И вы начинаете ее сделать То есть, это очень плохо В компании говорится о том, что Вы должны очень четко зафиксировать Количество задач, над которыми вы работаете В единицу времени И обязательно доводить их до конца Благодаря этому вы сокращаете время От того, что задача пришла До того, как задача выполнена И уже отдана на конечный продукт И еще одно главное правило Канбана Это то, что все должно быть очень видимым Поэтому в Канбане есть сертефакты Как Канбан доска И прочие-прочие вещи Которые позволяют вам отслеживать Как все выглядит Но мы не о Канбане собираемся поговорить Поэтому не будем XP, о котором Не так много говорят А очень жаль, что не так много говорят А почему не так много говорят? Я думаю Мое личное мнение Это потому, что не так просто Научить XP Ведь Scrum вы рассказали Что, знаете, там есть где-то Product Owner Где-то есть Scrum Master Люди еще какие-то есть там в команде Ну все, идите Благословенный там Scrum Master Идите Все у вас будет хорошо С XP, к сожалению, так не получится Потому что XP, он очень техничный И, например, ты говоришь людям Надо делать там ТДД Ну вот ты должен их научить делать ТДД Потому что если ты их не научишь Они не смогут этого делать Или надо делать обязательно Автоматизированное тестирование Если нет автоматизированного тестирования У тебя не XP А научить автоматизированного тестирования Не так просто И поэтому люди идут по пути Наименьшего сопротивления И невыгодно учить XP Потому что, во-первых, тяжело Люди половина уйдет, не научившись И, получается, скажут А за что мы потратили свои деньги А когда ты учишь Scrum Тяжело тебе возразить, что я не научился Ты же понял, кто такой Product Owner Понял Понял, кто Scrum Master Ну, конечно, понял, мы шапочки одевали Там шариками обмиривались Конечно, я все понял Очень тяжело потом придраться Что вам изложили материал Не в полном объеме А вот с XP все не так Как появился XP? Когда-то давно все знают Кента Бэка Кто не знает, кто такой Кент Бэк? Ой, это обязательно исправьте Это пробел знаний Википедии, пометьте себе прямо сейчас Надо прийти в Википедию почитать Это один из, скажем, самых толковых разработчиков в мире Вне зависимости от языка программирования Потому что этот человек сделал для IT просто колоссальный вклад Это он придумал именно XP Скажем, не придумал, а писал XP Это человек, который, ну, просто Бог программирования Как появился XP? В 96-99 году его пригласили в качестве консультанта И сказали, что вот нужно сделать один проект Они его сделали, сделали успешно И в любом случае на каждом проекте вы строите некий свой процесс Не важно, он скрам в чистом виде Адаптированный скрам под вас Когда вы все выбрасывали из скрама Или канбан, или еще что-то Важно то, что все равно какой-то процесс существует И когда проект закончился, сказали Слушайте, ну так классно получилось На фоне того, что у всех одни фейлы Давайте мы возьмем и опишем То, как мы это делали И ему поступила задача, что надо этот процесс формализовать То есть описать его четко Какие, кто, какие роли, кто что делает, почему и так далее И он его формализовал Процесс получился очень технологичным Он получился достаточно сложным То есть не каждый мог бы его делать Надо было иметь много навыков И он получился очень строгим Очень строгим, это значит, что много обязательных параметров Нельзя выбросить оттуда что-то И по-прежнему считать, что это XP Там все очень плотно взаимосвязано Вот, и вот он его опубликовал Многие умы, скажем так, молодые увидели, подхватили Люди начали практиковать У кого-то совсем не получалось У кого-то получалось Но все, кто использовали XP у себя И действительно могли это делать Я не слышал ни об одном провальном проекте То есть все, кто успешно адаптировал у себя XP Все добивались успеха И первая книжечка, которая вышла под его началом Это Extreme Programming Explained Скажем так, на тот момент, когда я начал работать с agile методологиями Вот то, что там существует скрам, там еще что-то Меня совершенно не впечатляло Ну, то есть назвали там роли по-другому Чуть формализации приукрасили И все Я не видел, как это может изменить жизнь проекта Ну, то есть там был менеджер Тут менеджера нет, немножко все по-другому Но как это изменит? Ведь проект это что? Это не только как мы ходим друг с другом, разговариваем и рисуем на whiteboard Это код Правильно? Это код, это тот программный продукт, который в итоге получается Скрам это вообще не касается Он говорит, да, не важно, что разрабатывать Печеньки печете, скрам Что бы вы ни делали, скрам Абсолютно не важно, что вы производите Мне казалось всегда на тот момент, что скрам как-то очень далек от реальности То есть он как-то далеко отстоит от того, что является программным продуктом В то же время, как XP говорит все, что связано, все только с программным продуктом Вот, и поэтому, когда я прочитал эту книжечку, я очень сильно прозрел И очень вам советую, если вы никогда ее не читали, обязательно прочитайте Хотя она морально уже устарела, эта книжечка начала 2000-х годов Но, тем не менее, она маленькая, тоненькая, но очень толковая Вот, и красненько, чтобы вы поняли, какие практики входят в XP То есть, XP, экстремальное программирование, мы разберемся, почему оно так называется Практики вы все наверняка слышали Просто XP это процесс, который агрегирует все эти практики вместе И говорит, что если вы все эти практики используете вот так, как мы это описали То у вас все будет хорошо Парное программирование, тест-ферст, т.д.д. Continuous integration, коллекция в код-оунершип Маленькие релизы с преимуществом continuous delivery User story, кстати, понятие user story пришло именно из XP И в Scrum его уже взяли оттуда Planning game тоже пришло из XP, потому что он был тупо раньше Вот, вся команда работает вместе Информационный workspace, в котором все визуализировано Тестирование и так далее Рефакторинг, конечно же Давайте посмотрим, как выглядела изначальная диаграммка Смотрите, как все четко Предположим, давайте рассмотрим на примере одной какой-то задачи, которая к вам приходит Пришла к вам какая-то задача Предполагается, что изначально для того, чтобы... Ну, крупная более-менее задача Предполагается изначально, что вы, как технический человек, не всегда до конца уверены, что тот подход, который вы хотите применить, заработает Поэтому в XP предполагалась необязательная фаза архитектурного спайка Спайк это как прототип То есть первое, что вы делаете, вы говорите, окей, мы сейчас не будем писать продакшн код Мы сейчас как можно быстрее просто набросаем решение И проверим, оно вообще может завестись или нет Важное отличие спайка, это то, что в нем по определению прописано Что как только спайк заработал и вы убедились в той гипотезе, которую вы хотели проверить Спайк не становится продакшн кодом Как это у многих происходит Да-да, сейчас напишите, лишь бы работало Как угодно Ой, как что, заработало красиво Можем уже в продакшн Нет, говорится о том, что спайк ни при каких обстоятельствах не становится продакшн кодом Смотрите дальше Когда вы что-то узнали Спайки существуют еще, это архитектурный спайк, технологический спайк Есть еще спайк, который выходит из планирования Это так называемое в современном мире АБ-тестирование, прототип какой-то фичи и так далее Например, бизнес приходит, говорит, о, классная фича есть, но мы не уверены, сыграет эта фича или нет В этом случае вы делаете спайк этой фичи После этого выкладываете или просто показываете бизнесу После этого у вас становятся более хорошие стиммейты, более точные стиммейты Вы сможете включить ее в релиз, знать, когда вы ее сможете сделать То есть спайки тут тоже существуют И опять же, тоже правило здесь Вы выбрасываете код спайка после того, как он отыграл свою роль То есть он не должен вас держать И именно поэтому, когда вы делаете спайк, вы не задумываете о том, что у меня надо сделать все правильно и никак по-другому User Stories, в которой хранятся требования Они приходят на планирование релиза в формате User Stories На планирование релиза вы, соответственно, делаете оценки То, чему вы не можете дать оценку, превращается в спайк После этого вы даете более точные оценки, после того, как спайк реализован, вы на него посмотрели После того, как у вас запланировался релиз, вы делаете итерации В скраме они называются спринты, здесь они называются просто итерации Вот, смотрите, что происходит дальше Каждая итерация должна быть обязательно для каждой User Stories в обязательном порядке Иметь приемочные тесты Которые должны быть автоматизированы И эти тестовые сценарии должны браться из вот этих User Stories После того, как вы в этой итерации прокрутились, закончили итерацию Вы должны получить Customer Approval То есть, мало того, что у вас есть приемочные тесты Вы должны показать на демо заказчику, что вы все сделали, все хорошо И после этого ваш код должен быть готов к релизу То есть, вот в этой части все очень похоже на скрам За исключением того, что вот тут вот обязательные автоматизированные приемочные тесты на всех уровнях А вот здесь сама итерация дальше расписана Какие практики настоятельно рекомендуется делать в самой итерации А именно, ТТТ, Continuous Integration и так далее Но они все выплывают отсюда Потому что, если у вас есть приемочные тесты То, естественно, их надо сделать до того, как разрабатывать функциональность Иначе в чем же они приемочные? То есть, вы сделали функциональность, потом смотрите на нее и говорите Ой, я ее буду принимать вот так Ну, то есть, сама логика очень странная получается Приемочные тесты это то, что вы должны сформулировать Как вы будете принимать эту функциональность, когда ее сделают Вот, отсюда берется ТДД Continuous Integration берется из того, что эти приемочные тесты автоматизированы Их же надо как-то запускать Логично запускать их на каждый комит Потому что они будут проверять, что ничего не поломалось Отсюда берется Continuous Integration и так далее Вот Если говорить о том, что шире Scrum или XP, Agile или Lean То смотрите, как их собирают в луковицу То есть, XP, он очень четко прописан У него тут очень мало степеней свобод Он находится в ядре Scrum, как мы уже говорили, это процесс, который может применяться к чему угодно К HR департаменту, к печенью печенья и так далее Вот, то есть, он более широкий Agile, это вообще философские принципы, которые мы видели Четыре базовых философских принципа Постулата, на которых все базируется И есть еще философия Lean Это вообще философские принципы Потому что все должно быть хорошо Если кразинга сказать В XP нельзя, как некоторые товарищи делают в Scrum Говорить, что мы возьмем и выбросим какую-то практику Там не получается выбросить практику Потому что практики так тесно взаимосвязаны Что если вы выбросили одну практику, все перестает работать Все теряет смысл И сама идея, почему экстремальное программирование Вот это вот экстремальное программирование Сослужило, мне кажется, с XP очень злую шутку Экстремальное Это слово, которое не очень нравится бизнесу И не очень нравится менеджерам Все хотят, чтобы у них было нормально Никто не хочет, чтобы у них было экстремальное То есть представьте, вы приходите, говорите Мы будем делать ваш проект И возьмем экстремальное программирование Вам скажут, нет, давайте нормальное возьмем А там уже посмотрим И поэтому, когда только сама методология была описана Мне кажется, что вот это был такой большой стоп-фактор Для ее продвижения А экстремальное она называлась из-за того, что Если у вас что-то болит или не получается Вам стоит не делать это и спрятать это куда-то подальше А делать это как можно чаще Это единственный способ научиться это делать хорошо Представьте, вы учите новый язык Например, вы пошли на немецкий язык Что вам говорят? Вы должны как можно больше говорить на немецком языке Желательно говорить там со своими знакомыми На курсах с вами только на немецком будут разговаривать Правильно? Никто же не говорит, не, будем только по слову в день учить И никогда ни с кем не разговариваться на немецком Вы никогда не научитесь немецком? Чем больше ты что-то делаешь, тем лучше оно у тебя получается Вспомните, как в школе было Вы решаете, решаете эти дурноватые задачки Вы из пункта А в пункт В выехала лошадь Все, решили Потом паровоз поехал уже из пункта В в пункт С И вы решаете их, решаете И наконец вы добиваетесь того, что умеете решать такие задачи И они у вас не становятся проблемами Первое у вас тяжело идет, наверное У кого-то легко, у кого-то тяжело Второе легче, дальше еще легче, еще легче И так во всем Поэтому экстремальное программирование говорит о том, что Если у вас что-то болит, делайте это чаще И вы научитесь, и оно перестанет у вас болеть Давайте посмотрим, как эти практики Почему они именно такие? Первая практика код-ревью Все мы знаем, что есть проблема о том, что человек может что-то пропустить Какой-то дефект Человек может отвлечься и написать что-то, что не должен был делать этот код Человек может не знать какой-то библиотеки или функции Которые нужно было бы использовать в данной ситуации И потом мы это все выхватываем в виде дефектов В виде каких-то странностей в коде В виде плохого дизайна Почему не делать это сразу? Почему нужно откладывать Скажем так, доступ к этому коду до того момента, когда с ним проблемы произойдут? Гораздо проще сказать Давайте будем сразу делать 100% код-ревью Ни один код не проходит в вашу продакшн-систему без ревью И если вы будете делать это постоянно, то тем самым у вас это перестанет болеть Пройдут вот эти вот штуки, которые я только что называл Что у вас появляется много дефектов Люди там не пишут непонятно что Используют не те библиотеки Это просто уйдет Сначала это будет тяжело Потому что многие не привыкли делать код-ревью Некоторые друг друга ненавидят И так далее В этой практике есть свои сложности Но если вы будете делать это долго и тщательно То в итоге вы добьетесь больших улучшений Следующее, парное программирование Код-ревью это здорово Но мы его делаем только в конце задачи Когда код написан Вопрос, что если у нас хочется, чтобы все было еще лучше То давайте делать код-ревью прямо тогда, когда мы пишем этот код Если у вас есть вероятность, что, например, код смотрите на ревью С ним не все хорошо Вы его переоткрываете Человек его переписывает Давайте это ревью интегрируем в работу И пусть два человека работают на данный код Многим кажется, что это сразу ударит сильно по производительности Все в два раза замедлится На самом деле все ускорится Понятное дело не сразу, как со всеми практиками происходит Но когда вы к парному программированию привыкнете И станете нормально работать в паре У вас все ускорится Потому что вы дизайн решения будете быстрее принимать У вас будет партнер, который может вам что-то подсказать на лету У вас в то время, как вы дописываете какой-то код Он может что-то посмотреть Как API работает в внешней системе Посмотреть, как надо вызвать определенный код Вам не нужно переключаться контекстами И много-много других преимуществ, которые есть в этой практике Следующий это тест-driven development Все говорят Ой, у нас большие проблемы с тестами Мы не умеем писать тесты Не умеем функциональные тесты, юнит-тесты писать Экстремальное программирование предлагает подход Тогда, если у вас болят тесты, делайте их еще до кода Опять же, экстремальный вариант Мы делаем это еще до того, как вообще код появился И в этом случае, если вы жестко следуете этому правилу То у вас нет шансов получить код без тестов Второе, вам придется научиться писать тесты И благодаря этому вы получите действительно надежный, хорошо работающий код Потому что действует правило синей колбаски Смотрите В чем оно заключается Это как закон буравчика, закон синей голубей колбаски Смотрите, вот это ваш продакшн код Он пытается норовить все время куда-то ускакать И нам его нужно зажать, чтобы он работал правильно Смотрите, зачем мы его зажмем Вот отсюда, с точки зрения банальной разработки Мы его зажмем юнит-тестами Которые проверят, что каждый маленький кусочек функциональности Который мы пишем Он делает то, что нужно То есть, если вы пишете какой-то класс Или метод, или функцию Все зависит от вашего языка программирования То мы юнит-тестами убедимся Что эта функция делает то, что мы ее просили сделать Интеграционные тесты, которые проверят Что теперь вот эти функции, классы, объекты Между собой взаимодействуют правильно Может быть, микромодули, подмодули, компоненты Между собой взаимодействуют правильно Передают правильное сообщение Правильно их принимают и так далее Таким образом, мы убедимся, что наш код С точки зрения технологической Работает правильно То есть, у него нет проблем С точки зрения именно реализации Но колбаски есть куда бежать вот сюда Потому что код может работать правильно Но делать совершенно не то, что нужно Ну, то есть, он правильно делает то, что вы его попросили Но то, что вы его попросили, никому не нужно Бизнесу нужно совершенно другое Поэтому нужно поджать колбаску с правой стороны И здесь она поджимается с помощью приемочных тестов Которые идут через конечный пользовательский интерфейс И говорят, вот у нас есть сценарий, который должен поддерживать ваш продакшн-код Это сценарий, представленный бизнесом Понятный бизнесу, написанный на понятном бизнесу языке И автоматизированный с помощью фикш Которые соединят вот этот вот бизнес-язык с вашим приложением Именно поэтому так популярно стал подход BDD Behavior-Driven Development В котором говорится о том, что мы отталкиваемся от сценариев Которые написаны в максимально приближенном к нашему заказчику языке И потом эти сценарии переводим к вот этой колбаске продакшн-кода С помощью фикши Это может быть какой-то фреймворк, который вы используете Это может быть набор библиотек Это может быть что-то самописное Совершенно не важно Важно то, что вот это ваш соединительный слой Ваших вот этих сценариев с вашим продакшн-кодом И получается, что так как мы слева поджали функционально Здесь мы поджали ее с точки зрения требований То у голубенькой колбаски некуда деваться За пределы слайда она не имеет права выпадать Поэтому она остается здесь и она работает так, как нужно И если вы делаете это именно по ТДД То есть вы сначала делаете эти тесты А после этого делаете реализацию То у этой колбаски нет шанса никуда вырваться изначально То есть она в любом случае будет делать правильно и правильные вещи Да А как вы примете решение в жизни, какой это будет класс? Ну в какой момент вы решите какой это будет класс? Ну скажем, вот так я зараз займаюсь разработкой Одного слова ПЭД проекта Я просто там не знаю, какие будут классы Я знаю, умовно хочу, что вы должны в конце делать Ну смотрите, давайте вот этот слайдик разберем, сейчас все станет понятно Вот вы решили в своем ПЭД, на вашем примере будем разбирать, на вашем проекте Вот вы решили там делать какой-то ПЭД проект, например Ну не знаю, там поиск, обычно там в спринге Там поиск ветеринаров там для ваших собачек Это не столь-соль важно И вот вы пришли и говорите Так, первая фича, которую я бы хотел реализовать Это поиск ветеринаров Вот все, у меня должен быть поиск ветеринаров Вы отталкиваетесь с точки зрения требований Ваши требования, они формулируются к поведению вашего приложения Поведение вашего приложения, видимо, конечному пользователю через юзер-интерфейс Поэтому первое, о чем вы задумываетесь Не то, как это будет реализовано внутри Пока вы поджимаете колбаску вот с этой стороны Вы первое, о чем задумываетесь Надо описать сценарий Какие сценарии должны поддерживаться в моей системе И это заставляет вас формулировать, скажем так, приемочные тесты То есть, когда вы просто хотите описать сценарий Вы к нему добавляете реальные данные Ну, например, вы говорите Ага, у меня должен быть поиск, например, по имени Круто, все, пишите поиск по имени И говорите, если я введу в поиск имя, которое есть То мне должен найти этот ветеринар Все, круто Теперь вы говорите, есть ли там поиск по, не знаю, по кейворду Все, поиск по кейворду Вы вас заставляете, смотрите, кода нет еще Да, вы ничего даже близко не описали Вы описали все, чего надо от приложения Теперь у вас следующая задача Вы бы хотели убедиться, что эти приемочные тесты Превратились по-хорошему в автоматизированные приемочные тесты Поэтому вам надо каким-то образом привязать их к UI И вы говорите, так, что такое я ввожу там куда-то имя Это значит, что я использую какой-то фреймворк Например, если вы в вебе, то это веб-драйвер Если вы используете еще там UI То это тот фреймворк, который автоматизирует ваш UI И вы говорите, окей, я делаю input с клавиатуры в такое-то поле Имя Вам не важно, как это поле выглядит на конечном UI Что это будет за поле? Вы знаете, что где-то должен быть input Вы даете ему некий ID-шник Смотрите, вот тут появляются уже элементы дизайна В какой-то момент времени вы должны придумать Как должно называться ваше поле на форме Правильно? Какая разница, в какой момент это будет сделано? В тот момент, когда вы пишете этот тест Или в тот момент, когда вы будете уже форму рисовать? Никакой разницы нет Поэтому вы говорите, все равно что-то вы будете делать И вы говорите, окей, я думаю, что это поле должно называться там, не знаю, search Или там, search text И вы говорите, я ввожу в поле search text такой-то текст Коп появился, вы говорите, в табличке Опять же, в даете им В такой табличке должен появиться один ответ Ну, один ветеринар Видите, вы уже начинаете переносить ваши тесты То есть, тесты начинают драйвить часть дизайна вашего приложения То есть, вы уже знаете, как называются поля и так далее Я имею визуального дизайна Конечно А теперь смотрите дальше Теперь у вас есть приемочный тест И вы их прогоняете, убеждаете, что ничего не работает Ну, потому что открывается пустая страничка и говорит Ввожу там в поле Нет поля Все Первая простая вещь, как вы можете сделать это, чтобы заработало Вы можете нарисовать страничку простенькую Добавить туда поле Оно ввелось О, круто, ввелось Потом следующий ваш шаг То есть, т-д-д Он говорит не то, что вот у нас есть тесты И потом, т-д-дам, вся реализация появляется Нет Вы двигаетесь пошагово То есть, вы имеете тест Запускаете, он не работает Вы добавили поле Теперь в поле вбивается Но по кнопке subbit ничего не происходит И теперь внимание Теперь вы говорите О, я остановился на шаге Что вот кнопка search не работает Теперь вам надо заставить работать кнопку search И теперь у вас есть разные выборы Да, первый Опять же, технологический выбор Вы в какой-то момент должны принять решение Как вы это будете делать Вы думаете У меня есть несколько вариантов Первый Я могу сделать аяксовую кнопку search Которая будет, например, ходить по REST сервису К моему приложению Это один из ваших выборов Второй ваш выбор Вы можете сказать Я буду использовать МВЦ фреймворк Например, Spring МВЦ Все И у меня будет все жестко Формы, subbit, сэн, сай Как только вы приняли это решение Следующее, что вы делаете Вы говорите Отлично, у меня будет REST сервис Например, вы приняли первое решение Да, у вас будет REST сервис Это значит, что вы берете И первым делом говорите Так, REST сервис Я уже определился, что это REST сервис Мне надо теперь написать тесты На этот веб сервис REST сервис Если я ему пошлю по такому-то урлу Вот это Он должен мне вернуть в JSON Вот это Если я пошлю вот это Я должен вернуть вот это И вы сформулировали эти тесты Написали их Запускаете, они не работают И теперь вы пишете ваш тест Ну, вы уже пишете ваш код На языке программирования Который вы выбрали Может быть в вашем проекте Вы уже определились Не обязательно определяться С языком программирования Можно это сделать В самый последний момент Когда вам нужно будет Теперь вы определились Что это будет Java, например Вы говорите Отлично У вас есть уже интеграционные тесты Вот они появились на REST сервис Которые говорят Что когда REST сервис Из всех классов Там, библиотек Соберется То он будет работать Это не функциональный конечный тест Потому что конечный тест Он через UI Он у нас был изначально Это наш приемочный тест Вот И теперь вы доходите До уровня кода И теперь вы смотрите А как я могу это сделать Может быть у вас есть Некий фреймворк Который умеет Например Из Монго Брать напрямую данные Там откуда-то Ну и все Нету кода Просто вы напрямую Переадресовываете Монго этот запрос В этом случае Вам ничего других тестов Не надо Потому что вы используете Готовый фреймворк Ну Вы ничего не пишете Как код И этот интеграционный тест Будет контролировать Что вы Монго Синтегрировали правильно Вы кода не написали Теперь Если вы решаете Все-таки написать Свой REST сервис Вы думаете Так Ну пришло уже время Выбрать ему имя Правильно Вот это тот был вопрос Который вы задавали Я не знаю Как мой класс будет называться Все Вы уже пришли к классу Теперь вы думаете Надо выбрать ему имя И вы думаете Пусть это будет Не знаю Там Ветеринар Рест сервис И первое Что вы делаете Вы пишете Ветеринар Веб сервис Тест В котором говорите New Ветеринар Веб Рест сервис Создали его Указали Если ему нужны Там какие-то параметры Зависимости И говорите Если я тебя Вызову Сейчас вот скажу Тебе там InVoke Или Get Ветеринар Бай Там что-то Да Ты мне должен Вернуть Объекты Ветеринара Внимание Не джейсон Потому что Будет еще Трансформатор Этого в джейсон Джейсон сериалайзер Который вам не надо Тестировать Потому что Не вы его пишете Но вам надо Тестировать интеграцию То есть Вот вы когда Имеете свой Рест сервис Который возвращает Объекты К нему еще Потом прикручивается Сериалайзер В джейсон И это интеграция У вас есть Интеграционный тест Он появился На второй фазе Он это контролирует Вы же контролируете Когда вы пишете Вот этот тест На код Этого сервиса Который возвращает Вам ветеринара Вы уже на свой Код пишете Тесты В итоге у вас получилось Три уровня тестов Это уровень тестов Приемочных Через конечный UI Интеграционных Которые контролируют Интеграцию И юнит Это то что вы написали Не проинтегрировали А написали И в итоге Теперь вы Везде Этими тестами Не просто имели Эти тесты А эти тесты Двигали вас К следующему решению А вы не коммитите Если вы ничего не сделали Вы можете позвать его И он проверит у вас Во вторых Я думаю Что многие из вас Используют Распределенные Системы контроля версий Где это вообще Не проблема Вы просто говорите Вот возьми С моего Возьми себе Сделай Пол реквест И все Затяни мои изменения Пометьте Это один из способов Это иметь красные билды Второй способ Это разделять тест-сьюты То есть вы можете сказать Что мои тесты Которые еще не реализованы Они помечены Аннотацией пендинг И в этом случае Вы говорите Что на обычном Continuous Integration Прогоняется все Кроме пендинг И есть отдельный билд Который тоже прогоняется На каждый коммит Который прогоняет пендинги Ну чтобы убедиться Что они все Не поломались вообще То есть они падают По правильным причинам И потихонечку Какая ваша картинка Должна быть Потихонечку Вы в начале итерации Имея там много пендингов К концу итерации Должны прийти Что нет пендингов Ну вы все реализовали Если пендинги остались Это значит Что какую-то часть функциональности Вам не удалось Довести до конца И дальше вы уже решаете Что с ней делать Следующую итерацию И так далее То есть это уже Ваш выбор Да Тогда это и есть Ваша функциональность Это и есть Ваш приемочный тест Это значит Что ваш продукт Это сервис То есть Важный критерий Приемочных тестов Что приемочные тесты Они должны быть На том же уровне На котором будет доступ Конечных пользователей Если конечный пользователь Для вас Это вы интегратор Например чего-то И конечный пользователь Для вас это другие продукты То тогда ваш конечный продукт Это сервис Который торчит И тогда у вас нет У вас просто Своего рода интеграционный тест Да Питание подягает просто в чём? Воно скажет Сильно писать Такую названу апплікацию Сильно писать Сильно писать Сильно писать Почали все Планк тестов Потім перейшли Потихоньку до тестування Уже окремих сервисов И так далее Настав третий день И тут доход Называется От фигня Ничего не выйдет Если бы я сел Сразу писать код И все У меня бы был код Который бы я бы перевыкорствовал И у меня бы Такой связи Оглазовый данный А еще что-то В каком с ним Словом проекте У меня есть много тестов Тестую 5 Чего уже никогда не будет Вы очень правильный вопрос Задали только Происходит немножечко по-другому Когда вы садитесь сразу Писать код То многие даже не задумываются А заработает оно в конце Ни хрена не заработает И в итоге у вас есть много кода И ничего не работает А ну я просто на ту же ситуацию Смотрю только по другим углом А если вы сели и сначала подумали А кому оно нужно А заработает ли оно И вы можете остановиться Уже на формулировках Ваших приемочных критериях Вы можете сказать Ой, тут, тут А этот продукт Нафиг никому не нужен И дальше ничего не делать Понимаете? Или понять что Сложность того что вы делаете Гораздо больше Чем вам изначально казалось Потому что кто-то говорит А там серчик надо набросать А потом только садиться Ой, и тут всплыло И тут всплыло И тут всплыло И уже мы не то чтобы Стимейта не укладываемся Надо чуть ли не этот серч В отдельный проект выносить Понимаете? Потому что человек Не видит всей картину Он о ней не задумывается Ровно точно так же Действуют товарищи Которые Как это называется? Врожденный архитектор Это тот который Вот ему нужно Hello world написать А он думает Так, это 100% нужен Spring Чтобы интегрировать все Пины там Все дела Паттерный дизайн В любом случае надо Как минимум 2-3 То есть Template Метод возьмем Чтоб можно было Сообщение там менять На лету Или куда-то вывозить Стратегию для создания Аутпута Понимаете? Когда вы это И вам кажется это все Логичным Потому что вы исходите из того Что вы видите картинку В голове Кода Который должен потом Каким-то магическим образом Срастись И делать то что вам нужно Срастется Он не срастется Будет вам удобен Неудобен Вас это на данный момент не волнует Вам главное Реализовать картинку из головы Когда же вы начинаете с теста То вы сначала Попробуйте писать с этим кодом С этим API Который вы создаете И посмотрите Удобно конфигурить HelloWorld С помощью template метода И трех стратегий Или не очень Не замечали что есть фреймворки Которые вы пытаетесь Там создать объект Который вам нужно И плюетесь Потому что ну нереально неудобно Потому что никто не создавал До того как создать этот API Всем казалось Ну а по любому Вот эти вот методы Будут очень полезны И всем понравятся Но никто не попробовал их использовать А вот если бы вы Отталкивались от того что Попробовали Блин так неудобно И вы еще ничего в код не вложили И еще есть интересная особенность Когда мы уже на уровень кода спустились Что нормальному обычному разработчику Практически сам код писать и не нужно Современные DE все генерят за вас То есть выглядит это таким образом Вы пишете New там New Ветеринар Search Там сервис Передаете какие-то Параметры Прям в него Красным горит Вас вообще не волнует Вы на нем вызываете сервис Search for Ветеринарс Передаете туда еще какие-то параметры В конце ассерти Что получается вот такое-то там Пишете Должны вернуться ветеринары У нас нет объекта ветеринара Лист ветеринара Все Вы написали все красным горит Дальше Ваше первое действие Вы просто это все генерите Вы не пишете конструкторы руками Вы не типы не прописываете нигде руками Это все сгенерится И это ускоряет вас просто в разы То есть вместо того чтобы над каждым задуматься Так а какая последовательность параметров здесь должна быть Сначала string или int Что важнее Вы сначала пишете как вы это используете А потом оттуда все генерите И поэтому ну реально скорость у вас гораздо больше И все что вам остается после того как вы сгенерировали Это написать вот код на тот метод или кусочек функции Который вот самый фокус у вас был в вашем unit test Рефакторинг Рефакторинг становится неотъемлемой частью Потому что иногда вы приходите в код И для того чтобы написать следующий кусочек функциональности Вам необходимо что-то изменить в коде Сделать его более понятным Более читаемым Изменить его внутреннюю структуру Без изменения внешнего поведения И так далее Поэтому рефакторинг становится опять же Неотъемлемой практикой Без которой вы не сможете обходиться Глобальный continuous integration Глобальный continuous integration Нужен для того чтобы каждый ваш коммит Каждое ваше изменение в ваше приложение Сопровождалось необходимыми Выхлопными артефактами Позволяющими судить о том Что с вашим приложением сейчас Подумайте вот в идеальном мире Разработчик хотел бы Чтобы вот ты сделал какое-то изменение Закоммитил И ты хотел бы получить всю информацию Не ухудшился ли перформанс Не стало ли проблем с функциональностью Не поломал ли я что-то Не отвалился ли дизайн Не испортилось ли логирование И так далее Это бы давало мне возможность Гарантированно делать коммиты Никому не ломать ничего Поэтому глобальный continuous integration Включает в себя Некий дашборд С информацией о метриках проекта Естественно Project Report Который показывает Тренды Который показывает Что у вас там шло например Тестов стало больше в два раза Там или меньше Стали они быстрее запускаться Или медленнее То есть это весь набор артефактов Которые генерируются Это не просто компиляция И прогон тестов И статус Ок Или фейл То есть мы говорим Более о мощном инструменте Вот И XP Основной своей задачей Почему я говорю что О нем Ему научить не так просто XP Сфокусирован очень сильно На качество То есть если у вас Критерий Того должен ли быть Продукт качественным Или некачественным Он висит в воздухе То есть например Говорят ну не знаю Нам лишь бы работало Вот То возможно XP слишком много усилий С вашей стороны потребует А вам этого просто не нужно То есть XP говорит о том Что мы действительно Фокусируемся на Строгом Правильном Качестве Продукта Не отходя Никуда от него Вот И соответственно Как вы видите Много очень практик Которые требуют Навыков команды Поэтому сказать Что в любую команду Как по принципу Наших аутсорсеров Возьмем 10 джуниоров Дадим туда одного синера Тимлида поставим Менеджера с палкой И вуаля Команда готова Нет XP там не получится делать Банально Потому что у людей Нет навыков То есть вот я вам Все рассказал Там как писать тесты Это все требует Навыков Это все требует Вашего опыта Это все требует Знания технологий И Если вы имеете вот такую команду Которую я писал То Она просто сделает Еще хуже То есть Ничего не поможет То есть то что мы Просто признаем Что мы хотели бы Работать по XP Не сделает этот проект XP проектом Вот Но для грамотных команд Для людей Которые Готовы Инвестировать В себя В развитие Себя как профессионала XP является Скажем так Точкой Которой стоит стремиться Вот Некоторое время назад Делались Исследования По поводу опроса Недавно опять Опубликовали последний Но эта диаграмма не с него Кто сколько чего использует То есть вот Большая часть Подавляющего большинства Говорит Внимание Не использует скрам А говорит что использует скрам Вот Часть использует скрам Плюс берет Какие-то инженерные практики Из XP Ну например Мы делаем скрам Но еще мы работаем По TDD И continuous integration Внимание Это не значит Что вы работаете по XP Потому что в XP Говорится Либо все Либо ничего То есть Либо вы делаете Все практики Вместе Интегрировано Либо вы говорите Что мы взяли Какие-то практики из XP Поэтому вот это тоже Достаточно большой сегмент Сам XP Делает очень мало команд То есть это Порядка В современной статистике Это порядка Десяти процентов Это действительно мало Вот И многие из этих Что самое смешное Что многие из этих команд Это действительно Большие И крутые Проекты То есть там тот же самый Guardian Тот же самый Часть Twitter И прочее То есть это Естественно Не какие-то мелкие Проекты И так далее Вот Это все Что я вам хотел рассказать Про XP Если есть какие-то вопросы По первой части Пока мы не приступили Потом после перерыва Continuous delivery То задавайте Да У меня есть три Я постараюсь Давайте Первое Часом таки бувало Но у меня в практике Бывало Что Зусилля на написание Тестов Автоматичных тестов Вони были набагато Большими Зусиллями Чтобы просто пофиксировать Баги Какие потом появлялись Тобто Ваша думка на те Для каких проектах Варто все оцем описать В плане тестования Для каких в принципе Это не имеет стихи сенсу Я уже могу отвечать Да Я могу всех озвучить Не-не Так очень тяжело будет Вот Смотрите Все зависит Лишь от того Насколько проекту Нужна предсказуемость То есть Вот представьте Что у вас есть Например какой-то стартап Который вы только начинаете И сейчас Самое важное Для вас это Быстро стартануть Вас дефекты Совершенно вообще не пугают Ну То что где-то будет отваливаться Когда больше пользователей Пришло чем надо Или весь сервис Перестает работать Там на час в день Это вас на данном моменте Вообще не интересует То есть Вы готовы Жить в этом В адхок режиме Ну то есть Поломалось Подчинили Поломалось Подчинили Но двигаться Как можно быстрее В XP для этого Как раз выделяется Понятие спайка То есть Все стартапы В изначальном своем состоянии Они находятся На этапе спайка И Кто это осознает Тот понимает Что сейчас Наша самая главная задача Сделать как можно быстрее Не факт что качественно Но самое главное Это чтобы потом Относиться к этому Как к спайку И знать Что как только вы получили Там раунд инвестиций И так далее Вы это пытаетесь Перевести уже На надежные рельсы На рельсы Надежности Надежность И предсказуемость Это когда вы можете Четко Планировать Релизы Майлстоуны И вы знаете Что ни в какой там итерации Например не произойдет Такого что Выскочило 54 бага И мы теперь все Занимаемся не новыми фичами А чиним эти 54 бага И мы 54 бага Починили В конце собрали И оказалось что еще 25 Понимаете Это непредсказуемо Тогда Этим невозможно управлять Невозможно управлять Ни деньгами На этом проекте То есть Вы получили там Инвестиции На миллион А окажется Может так что вы его Весь спалите на Фикшене багов Которые по кругу ходят То есть Это не очень хорошо Если вы двигаетесь К тому что ваш продукт Уже пользуется Пользователями на рынке Он приносит деньги То вот тут Многие задумаются О качестве и стабильности Для Великих Проектов Не обязательно Больших Я бы так сказал Для тех Кого качество Является важным В жизненном цикле продуктов Есть продукты Которые на это забивают И они большие Вот например Может быть для вас будет секретом Я общался С товарищами Которые разрабатывают Booking.com Booking.com не тестируют Вообще ничего Вообще Ни шиша не тестируют Вот Они делают Они делают Гораздо проще Они У них есть очень Но у них есть очень сильный Мониторинг То есть они мониторят Все что можно мониторить И делается все очень просто Коммитится Собирается сборка Выкладывается Сначала выкладывается На небольшую аудиторию Смотрит на мониторинг То есть у них Конечные пользователи Являются их тестами Они знают что Трафик постоянный Пользователей Огромное количество То есть для них это как Как тесты Вот вам нужно Continuous integration Вы сделали коммит И вы прогоняете Свои тесты А они прогоняют Это там Я у них говорю Слушайте ну вот если у вас бага Серьезная нашлась И вы раз там Кому-то отель продали Там за доллар Они говорят А мы пришлем им письмо Извините мы по ошибке Там продали за доллар Они говорят У нас это не проблема Мы откатим транзакции Вернем деньги И скажем извините Произошла ошибка А в крайнем случае Если там никак Это нельзя будет сделать Мы хрен с ним подарим Ему это за доллар Для них Это дешевле Второй пример Где люди ничего не тестируют Это вконтакте Это абсолютно серьезно Ничего не тестируется Мало этого Вот в букин коме На какой-то момент Где-то года два назад Было вообще правило Что если ты Как девелопер Писал тесты Ну как сам себе В момент Они пишут тесты И это нормально Работают по ТДД В момент когда пишут задачу Чтобы проще ее писать Быстрее и так далее Но потом ты эти тесты Не комитишь То есть ты их в общей репозитории Не заносишь И они говорят Тесты нас очень сильно ускоряют На коротком этапе Но мы не хотим платить За их поддержку в будущем Это их подход Потому что они имеют аудиторию Которая только вносит бабло Сама заинтересована в том Чтобы внести бабло И при этом аудитория Действительно гигантская Если у вас всего там 100 или 1000 пользователей То такой вариант Боюсь убьет ваш сервис просто Или например вконтакте Если у них есть баг Ничего страшного не произойдет Вы фоточку занесли Она перевернулась О господи боже мой И ничего не случилось То есть это баг не такой Когда мы например Там проводим Какую-то серьезную Транзакцию И хоп Пол ляма долларов Кому-то ушло другому И мы такие Да ничего Тому тоже нужны были Пол ляма Разность Разная серьезность Последствий Недостаточного качества У кого-то например Это сервис Опять же Который там Ну почти ничего Представьте это сервис Который делает вам Какую-то отчетность Которую вы куда-то подаете Ну и там хоп Случайно строки перепутались Вылезли они туда Это последствия очень серьезные А есть проекты Для которых последствий Вообще почти никакие Ну как минимум Это может быть Какой-то гибрид Додавать Такое тестование Только на функционал Критичный Конечно Но тут главное исходить из того, что Изначально Если мы говорим То есть посыл должен быть изначально Не Мы идем от нуля к единице А наоборот Мы идем от единицы к нулю То есть изначально Когда вы приходите на проект Вы настроены на то, что ему нужно качество И потом вы уже говорите О, а вот тут возможно и нет А вот тут возможно и нет Потому что если вы будете приходить С изначальным посылом Который говорит Этому проекту не нужно качество Вы найдете любые оправдания Чтобы его туда не вкладывать Вы скажете А, ну тут не так и важно Это тоже Тут пользователей много Пользователи проверят Там Тестировщики потыкают То есть вы найдете оправдание Для чего не писать качественный код И потом вы выйдете на тот цикл Когда все будет вообще не контролировано И внедрите это туда Почему я говорил Что в Booking.com люди пишут тесты На этапе, когда реализуют код Потому что эти тесты заставляют их делать Более качественный дизайн самого кода Эти тесты заставляют их Эти тесты не проверки Которые будут потом прогоняться постоянно А эти тесты двигают дизайн Двигают реализацию И в этом их польза А вот регрессию, которую дальше они решили Не вести с помощью тестов А с помощью мониторинга и АБ-тестирования Это их выбор Но изначально они тоже нацеленные качества Они добиваются их просто другим образом Окей, дякую Еще одно вопрос В принципе коментарь Десь на початку вашей доповеді Ви сказали Я не знаю жодної команды Яка ввела XP и проект был не успешным По моему досвіду Насправді процеси мало что решают Тобто набагато важнейше Небе сама команда Той, кто это разработает Тобто, если есть суперкоманда И фиговые процессы Проект будет успешным Чтобы будут суперпроцесы И фиговая команда Проект будет не успешным Просто прокоментуйте Я с вами согласен По поводу того что Если будет отличный процесс И плохая команда То проект Возможно будет не успешным Это абсолютно нормально Но я с вами не согласен По поводу того что Если будет очень классная команда Но будут плохие процессы То это тоже приводит к тому что В основном это приводит к чуть другим последствиям Это приводит к тому что люди создают Очень классные фреймворки у себя в процессе Очень модные технологии используют Все это круто интегрируется Но проект никому не нужен и не работает Это вот на одной из конференций Товарищи рассказывали Долгий упор на минут 45 Про то как они круто там шину построили Там собрали разные технологии и так далее Им задают вопрос ну а что как проект Проект провалился А их спрашивают а почему Ну мы как то функциональность не успевали делать Не был поставлен процесс Деливери функциональности То есть программировали они классно Технологиями владели классно Но не был поставлен процесс Донесения этого всего до конечного пользователя Анализа фидбека и реализации того что дальше нужно пользоваться Это процесс Это часть процесса разработки Анализ требований Подготовка к релизам Планирование релизов Планирование итераций Это есть существенная часть процесса разработки Процесс разработки это не то как мы с вами сели Вы тут программируете я тут программирую Вот и как мы между собой говорим Нет это как раз наоборот очень маленькая часть А большая часть процесса разработки это то Как конечное там пожелание или фидбек клиентов превращается в требование Как он объясняется нам как разработчикам Как это требование разбивается на задачи Как эти задачи мониторятся и доводятся до сделанного Не просто сделанного на бумаге Как они доводятся до деливери Можно делать, 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 делать полгода Никогда никому ничего не показывать А потом первый раз когда показать Окажется что это все выкинуто на свалку Это действительно существенная часть процесса разработки Окей, и последнее, в принципе, коротенькое Все приходят часы, вот хволети, хволети Давайте робити код ревью Дуже классно Починаем робити код ревью Минает один месяц и все коментарии Looks fine to me Тобто воно потім дуже так Иде до такого процессу Что все почали с энтузиазмом код ревьювати В певного моменту все просто так Почали так дивитися Looks fine, looks fine И воно Как уникнути цего Чтобы от поддерживать цей энтузиазм Якісно дивитися на код Какой-то долгого периода часа Любую практику, какую бы вы не применяли В том числе и код ревью Должен быть, скажем так, practice leader То есть тот человек, который мог бы Эту практику промоутить в вашей команде То есть если вы ее взяли, эту практику Может быть никто Может вы ее взяли только потому, что например Менеджер сказал Слушайте, давайте делать код ревью Там так и так Все так покивали головой Ну да, было бы круто типа код ревью Но никто не проникся теми бонусами Которые эта практика принесет конкретно ему То есть не проникся сначала болью Что могло бы быть без код ревью А потом как код ревью упростит это И поэтому он делает ее как Ну как какую-то вот работу, которую надо сделать Именно поэтому такой результат Ровно такой же результат будет с тестами Если кто-то сказал, надо тесты, чтобы у нас были Ну будут тесты Но пользы от них будет очень мало И мало этого, ревью этих же тестов будет проходить легко И непринужденно Потому что человек будет Ну есть тесты, годится Потому что они не чувствуют Чего это их избавляет А вот когда ты понимаешь ту боль Когда ты смотришь на код и вообще не шиша непонятно А после того, как мы начали использовать код ревью Такого кода все меньше, меньше, меньше Когда дефекты вылазили там в простейших вещах Налпоинтеры сыпались, еще какие-то вещи А потом такое вообще исчезло В этом есть действительно большой принцип Но для этого нужен practice leader Который бы это постоянно показывал, тыкал в эти места Что вот смотрите, помните этот тренд у нас был Что там каждую неделю дефекты находились вот там-то и там-то А теперь смотрите, вот мы ниже, ниже, ниже Смотрите, как круто Тот человек, который объяснит до конца Не начнет начинать практику только, чтобы начать А сначала убедиться, что эта практика всем понятна на внутреннем уровне Потому что многие приходят и думают Ну и ладно, буду делать, сказали, буду делать Поэтому, ну, никогда так работа не будет хорошо сделана Надо именно commitment к практике Чтобы люди осознали ее пользу и приняли ее Сказали, да, эта практика действительно нам понятна для чего Давите на больное, говорите, что вот там В этом случае вы будете шарить код Вы будете понимать код друг друга Ты будешь иметь возможность дать доступ Дать свой фидбэк сразу А не когда потом наткнешься на этот код Вы будете лучшее решение делать и прочее, прочее, прочее Но вы абсолютно правы Это, ну, многие, кто много, кто испытывает эту проблему Когда код-ревью, там, услышали где-то, что надо делать Но код-ревью, когда-то мы тоже делали доклад по код-ревью Там на час или даже больше, можете на XP Injection Materials посмотреть Там видео есть, доклады И мы реально расписывали Там разные стратегии можно применять Какие артефакты есть для код-ревью То есть это не всегда, ну, такая прямолинейная практика И наподобие Вот оно должно делаться и все Если для вас, например, не работает код-ревью И вот такая штука происходит Вам, возможно, необходимо На некоторое время внедрить парное программирование Потому что в парном программировании Вы в любом случае, ну, людям некуда деться Они будут делать код-ревью, только рантаймовое И, возможно, они больше проникнутся самой практикой Код-ревью, я имею в виду То есть они поймут, для чего это нужно И как это происходит А может быть, в вашем случае оно и не нужно Может быть, в вашем случае, например, ну, все здорово Все там работают друг с другом уже несколько лет Все пишут код идеально похожий друг на друга И никаких проблем с ним нет Такое тоже может быть Редко, но бывает Есть Вот как раз, когда мы начинали внедрять XP Именно в существующий проект В котором был псевдоскрам Вот Туда внедрялся XP Причем внедрялся очень-очень постепенно Там не было ни одного юнитеста Не, вру У нас был отдельный компонент Который писал отдельный человек На ГВТ В ГВТ тогда никто ничего не соображал И он один в нем соображал И он был такой правильный чувак Он все, типа, делал по уму Он писал юнитесты Но все говорили Ну, это, там, твой компонент Типа, там, делай все А зачем с кем-то бороться? Тут, как бы, борьбы не должно быть Вы должны, опять же, продавать практику Вы должны показывать ее преимущества Вот, к примеру На том проекте Где мы первый раз это внедряли У всех был Continuous Integration Continuous Integration На тот момент был, там, круиз-контроль Вот И он, там, конфигурился Жутким XML-конфигом Поэтому никто туда не лазил И старался поменьше Это дело вообще использовать Вот Но он был формально И Мне это совершенно не нравилось Надо было какой-то, ну, лучший инструмент поставить И тогда Я начал ставить первую версию TeamCity Понятно, я не мог прийти и сказать Так Выкидываем нафиг круиз-контроль Да И заменяем на TeamCity Потому что мне так нравится Вот Поэтому первая версия TeamCity Была запущена на моей локальной машине Она давала классную визуальную информацию Нам показ Посылала нотификации По поводу сломанных билдов И так далее И я говорю Вот Я себе поставил TeamCity Если кому надо Посмотрите Вот прикольную инфу дает И я говорю Вот Каждый раз показывал Билды ломались Вот Я показывал Как они ломаются Вот смотрите У нас здесь проблема Здесь проблема Кто? О, слушай Я бы такую нотификацию получал Люди сначала на нотификации Перешли Потом люди посмотрели Что ой там и тесты будут здорово Было бы у нас Потому что я писал код достаточно быстро И писал к нему тесты Которые потом показывали Что человек Который пришел в этот код Что-то поменял Он что-то поломал И я ему говорю Вот смотри Вот нотификация Ты поломал Он такой О, блин, действительно поломал Хорошо, что был тест Который показал это А как ты вот на это пишешь тест? Вот так О, блин, прикольно Я бы тоже написал А давай вместе напишем Давай вместе напишем То есть нельзя заставить человека делать что-то Надо показать ему преимущество этого чего-то А после этого научить его это делать Проблема в том, что когда вы сидите вместе То лидершип То есть некая штука Которая вот Как я говорил Должен быть лидер какой-то практики То есть пропагандист Проповедник какой-то практики Ему проще в личном контакте Эту практику человеку показать ее пользу Когда вы удаленно То каждый из вас уже по умолчанию считает, что другой мудак И тут Тут этот бы барьер преодолеть А уж не говоря про то, что объяснить тому, что ты знаешь Вот есть еще супер практика Ты смотришь, мудак тебе объясняет, что там какая-то практика у него есть Вот, и уже относишься к ней негативно Поэтому распределенный environment Особенно по нескольким странам Это очень и очень непростая вещь А она не простая ни в XP, она не простая везде Например, в том же самом скраме Команды должны быть collocated То есть они должны быть вместе собраны И распределенный скрам на порядок сложнее, чем обычный скрам И не из-за того, что там скрам плохой или еще что-то Любая распределенная работа И если, например, ты смотришь Там доклады и показывают, как устроена там распределенная работа В серьезных компаниях, которые готовы в это инвестировать То есть они знают, что есть офшор офисы И они готовы за это платить дополнительные деньги То у них, а, настроено классное оборудование То есть, например, вот в том же самом Spotify Взять в качестве примера У них вот, ты, например, захотел поговорить с каким-то человеком Ездит, видели этот проект, наверное, на колесиках iPad Все, ты такой говоришь, я хочу к такому-то К нему, тр-р-р, iPad приезжает И все, вы с ним общаетесь абсолютно нормально Или у других, когда каждый день митинг проходит Вот в углу, например, вот тут вот висит камера И у тех точно так же висит камера Все, вы собрались около доски Вашей вот whiteboard Да, и вы начинаете что-то обсуждать И те вас видят полностью Вы их видите полностью И у вас полностью звук настроен Вы почти как будто в одной комнате Вот у вас офис, например Тут вы сидите все, там они сидят И тоже постоянно камеры То есть вы как будто продолжение этого офиса Но в это надо вкладывать Это значит, что у вас должно быть хорошее оборудование Хороший софт Хороший канал связи Нету такого, что там люди в пепелац говорят Который на стол Здравствуйте, я Сережа Вчера я сделал такую задачу А завтра я буду делать вот такую Нет, так еще не работает А когда у вас видеотрансляция с прямым каналом Все сидят тут за столом, тут за столом Эй, привет, даже прикольно Люди даже, ну, им по фану работать В такой распределенной команде Когда они видят, что происходит в том офисе Там кто-то что-то празднует, там еще что-то И здесь, ой, ребята, туда-сюда Когда ты в любой момент можешь подойти и сказать Эй, ребят, я хотел бы что-то обсудить Там люди встают и начинают обсуждать вместе с тобой Вот это правильная распределенная команда А когда распределенная команда строится от нищебродства От того, что нужно просто сэкономить денег И срубить побольше бабла на этом Оно не может быть успешно по определению по-своему Вы пробовали нанять молдаван, чтобы они с вокзала Ну, у нас не молдаване, там, не знаю Кого-то приезжего с вокзала Походить, пособирать Будешь мне ремонт делать? Вот дешевле Пойдем И сделайте ремонт Посмотрите на результат Или, например, меняйте бригаду ремонтную каждую неделю Одни работают, неделю другие Посмотрите тоже на результат Он по умолчанию не может быть успешным Если вы в это не вкладываете Поэтому в распределенной команде много проблем Давайте, последний вопрос У меня такой вопрос Как их типовые креативовательные изменения Они не следуют с инфраструктами У нас заказчик в ВЭМ будет Давайте делаем поиски семинаров Ну, котики и собачки, они популярны Пусть они всегда будут в свет Мы делали актерс-тест Иначе актерс-тест Со всех сторон это по глазу Да, да Будут реагировать на изменения Как будет? Будут реагировать на изменения Это абсолютно нормально Смотрите Это Вот Вот Абсолютно правильно Вследствие чего Такое могло произойти Вы должны задать себе вопрос Почему так произошло? Это могло произойти Потому что изменилась ситуация на рынке Ну, предположим Выдумаем ситуацию Например, вышел другой такой продукт Тоже у него поиск ветеринара И хоп Они начали выводить кого-то наверх И это суперфича В этом смысле Ну, поменялась так ситуация В этом смысле Доделывать вам вашу фичу В том формате, в котором вы доделали Не имеет бизнес смысла Но, если это действительно так То, наверное, это не частое событие Ну, что вот именно так Бизнес поменялся То есть Все честно там проанализировали Изначально Было по-другому Но вот бизнес так сложился Поменялось Это, скажем, форс-мажор В этом случае вы говорите Да, все Это все выбросим По-честному Выбросим Это выброшенные деньги И сделаем правильно Так, как нужно бизнес Есть второй вариант Это когда бизнес Ленится Проанализировать На достаточном уровне Требования И Благодаря этому У вас получаются Вот такие нестыковки Тут опять же Все еще проще Это деньги бизнеса Ну, тот, кто платит Ваша Обязательная задача Это показать, что деньги Были выброшены зря Вы говорите Окей Мы канцелим Но смотрите Мы потратили уже два дня Что в пересчете на деньги Составляет столько Если вы видите Что это происходит Раз в полгода Ничего страшного Вы можете считать форс-мажором Если это происходит У вас каждую итерацию Поднимите вопрос Что смотрите Мы большую часть времени Занимаемся Ну, выброшенной работой Если бы вы Больше времени Уделяли анализу Изначальному Того, чего вы доносите До нас То мы бы работали На порядок Эффективней Потому что то время Которое выбрасывается Не выбрасывалось бы А шло на полезное русло И благодаря этому У вас бы получался Рабочий классный продукт Которому бы все рады Это 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 Ну И смотри И он прав Ну Если у него стиль Работы такой Что ему Ну представьте Например Его время стоит 100 тысяч долларов в час Ну Вот такая ситуация 100 тысяч долларов в час Ему потратить час На то Чтобы проанализировать Все детально С кем-то там поговорить Поспрашивать Это гораздо дороже Чем если он просто Вбросит идею Посмотрит А потом придет Передумает Ну для него это Гораздо проще Такое тоже может быть Это очень плохо Для мотивации разработчиков Потому что ты делаешь что-то Там пытаешься сделать это хорошо А в итоге говорят Слушай все поменялось Это вообще не было нужно Там да Переделываем Вот И это ваш выбор Работать на таком проекте или нет То есть такая ситуация тоже бывает Я бы сказал так Что она редкая скорее Потому что вот Из этой ситуации Очень простой выбор Это Выход это взять Прокси Продукт-тоунера Который будет дешевле И будет заниматься Более так Или Некоторые бизнес-аналитиками Еще кого-то Кто занимается Более детальной проработкой Требований Маппингом ее На реалии бизнеса Чтобы понять Это востребовано Не востребовано Поставить приоритет И так далее То есть ну Есть выходы из этой ситуации Но вам нужно сначала понять В какой именно из моделек Вы находитесь И что в ней Непосредственно надо делать Ну что Давайте перерыв сделаем Ну мало того Что с этим проблемам Спасибо 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 Спасибо